Тем временем конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Махачкалы продолжает свою работу. Об этом подробно в авторской программе Ханжана Курбанова «Ремарка». Прямо сейчас. Не переключайтесь. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Только недавно говорили, что должность мэра Махачкалы опасная, что сюда не погонишь ни за какие ковришки. По крайней мере, такое сложилось бы впечатление, если разумное существо из обжитой планеты галактики Альфа Центавра, некий пятый элемент, погрузился в самую, что ни на есть, новейшую историю Махачкалы и ознакомился с валом комментариев в соцсетях. Но умом, оказывается, не поймешь не только Россию, но и ее составную часть, Дагестан. А про Махачкалу вообще молчу. Здравствуйте, я Ханжан Курбанов. Это моя столично-предвыборная «Ремарка». 40 кандидатов, 40 безумно желающих счастья и процветания нашему многострадальному городу, 40 врачевателя, инженеров столичных душ, 40 цифра, которая имеет мистическое, религиозное и даже эсхатологическое значение. Он постучит в дверь и сказать тоже хочет. Надеемся все к лучшему. Все хотят благо городу. Намерение чистое, пока остается только верить. Но самым стремящимся из этого состава я бы назвал Разият Нурмагомедову. Горянку, с которой я лично знаком и которая давно нацелена на это кресло, обещает преобразить город и управлять по-новому. Я почему-то больше всего верю ей. Публика собралась разномастная. Тут и политики, и люди, которые все больше наблюдают. К примеру, личность, известная как комментатор собачьих боев. А также общественные деятели, строители, историки, юристы и экономисты, предприниматели, директор школы и даже один шоумен. Есть, конечно, и люди, которые уже имеют опыт государственной службы. Муниципалы, депутаты, экс-депутаты и помощники он их. К этому моменту один кандидат выпал, осталось 39. И вот они в течение пяти дней будут по 7-8 человек держать ответ перед высоким ареопагом, то есть наблюдательной комиссией. До 28 января проходят этапы конкурса. Далее, после конкурсного отбора и отсева, 45 городских депутатов будут выбирать кандидатов, прошедших медные трубы собеседования. Естественно, главным лидером гонки является Салман Дадаев, которого Васильев выпросил у мэра Москвы Сабянином. Дадаев, говорят, еще является креатурой Сулеймана Керимова. Глава республики, поставив на московско-басманного управленца, сбросил интригу, но не убавил ажиотажа вокруг выборов мэра Махачкалы. Наиболее известным кандидатом в Дагестане является Гаджимур Адамаров, который на политическое стезение один десяток лет успел стать объектом политических скандалов и разбойных нападений. Несколько депутатов в горсобрании, возможно, отдадут ему свои голоса, те, которые за справедливую Россию или просто за справедливую Махачкалу. Как нам стало известно, пять человек отказались открыто участвовать в конкурсе. Видимо, не хотят обнаружить своей программы и недюжинный ум раньше часа икс. О некоторых деталях выборного процесса сообщит нам общественный деятель, председатель Координационного совета общественных организаций, член наблюдательной комиссии Шамиль Хадулайм. Давайте попытаемся с ним связаться и послушаем, что он скажет нам. Шамиль, салам алейкум. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас вокруг предвыборного процесса городоначальника. Приветствую всех. Сейчас выборный процесс. Последний человек сейчас будет выступать на сегодняшний день. А так было, должно было выступить семь человек. Из них уже на сейчасный момент семь человек. Из них два человека не пришли. Это Абдурахманова Батимас Кусейнова и Чанковаев Магомедович. Их сегодня не было. Чанковаев Магомедович попросил комиссию перенести его выступление на другой день. А так, в общих чертах, могу сказать, что первая выступала радиатор Магомедова, говорила 50 минут. Говорила она уверенно, быстро, не читая ничего, но о программе ничего сказано практически не было. Только там о том, что происходило в республике, в городе Махачпале, о том, какие были проблемы, рассказывала о себе. И в общих чертах говорила, что все должно быть хорошо, все должны быть честные, порядочные, профессиональные работники, относиться к каждому и так далее, по-человечески и так далее. Выступал дальше Исаев Меджит Магомедович, глава урахи. Он выступил вообще 3 минуты, очень лаконично, коротко. Особо тоже за это время сказать ничего серьезного не успел. И поэтому тоже ничего существенного не было. Дальше выступала Муртазадеева Марьян Курбанова. Она читала по бумаге 25 минут текст. Честно говоря, не впечатлила. Мягко выражаясь. И даже читала как-то даже не очень, даже уверенно, я читала от текста. Это вызывает сомнение, что этот текст сама готовила. Ну, может быть, какие-то кратинки были свои личные, но, по-моему, это что-то какой-то... Видимо, на мое мнение лично, наверное, где-то взят, я так думаю. Дальше выступал Амару Гаджимуаза Айрбекович, депутат Госдумы. Тот же 25 минут выступал, но он свою программу положил на стол конкурсной комиссии. Свою программу. И потом уже выступал опять о том, что было, как было, и нынешняя ситуация какая-то в городе. Я некоторые примеры приводил, да. Но свою программу он не зачитывал, он просто за стол поставил, как конкурс на комиссии. Ну, в целом, как проходил процесс? Без эксцессов, без каких-то особых сюрпризов, да? Абсолютно, абсолютно. Никаких проблем. Очень честно, открыто, гласно пришли и наблюдали и журналисты, и несколько нас общественников сидело смотрело. Никаких вопросов, претензий, комиссий вообще нет. Есть вопросы к конкурсантам. О том, что они, к сожалению, по-моему, многие даже не понимают, что означает подготовить программу. Без программы просто говорить, констатировать факты, то, что было, мы их и так знаем за эти десятилетия. Поэтому этого не стоило, на это тратить время. Убедительная просьба ко всем остальным кандидатам, чтобы они реально озвучивали свою программу, а не просто говорили о том, что было все очень плохо, и вот если они придут, что будет все хорошо. Спасибо, Шамиль, за развернутый комментарий. Ну что, будем наблюдать за дальнейшим процессом. Все только начинается. Да, 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 точно. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Можно долго с пеной у рта спорить и негодовать, лить желчь по поводу ажиотажа вокруг кресла мэра Махачкалы. Но скажу я вам, и здесь со мной согласятся общественники. Этот предвыборный бум вокруг кресла, который несколько назад казался недостигаемым креслом грозы в Сиядагестана, а сейчас его желают несколько десятков человек, признак развития гражданского общества. На глазах повышается активная политическая культура и сопричастность людей к судьбе своего города. Пусть и не похожи многие из них на нарисованный в нашем уме образ градоначальника. Тем не менее, в том благо, что представители разных народных слоев или групп влияния, но все же, идут во власть и не считают политику чем-то годливым и грязным, потому что политику делают реальные люди, которых не завозят из других планет. Они вокруг нас и росли в соседнем дворе, потому что нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне своей родины, города, своей улице, дома, ну и себя, конечно, потому что нужно быть и оставаться в конце концов человеком. Оставайтесь с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok